Насыщенными выходные были и в Минеральных водах. Там гуляли казаки. Районному казачьему обществу исполнилось 25 лет. В честь дня рождения на праздник приехали гости со всего края. Встречали их хлебом и зрелищами. Подробнее в сюжете. Более 300 казаков насчитывает Минераловодское районное казачье общество. На 25-летний юбилей собрались в полном составе. Показали отличную выправку и дисциплину. За плечами казаков-минераловодцев богатая история. Большие поступки. Воевали в составе 503-го полка российской армии в Чеченской республике. Не остались в стороне от событий, произошедших в 2008 году в Южной Осетии. Они строят церкви, работают с молодежью, гордятся, что организовали сбор средств и установили памятник генералу Ермолову. Путь был очень трудный. Однако же во многих позициях мы показывали, как нужно работать, как нужно служить Родине. И очень часто казаки-минераловодцы были первыми в решении каких-либо вопросов не только на территории Ставропольского края, мы имеем в виду казачьи движения, но и в целом даже в Российской Федерации. Весь потенциал казачества до конца не раскрыт. И мы ждем и решений от наших коллег и на уровне региона, и на уровне федерации по более эффективному включению казачества во все системы государственной власти, во все те программы и проекты государственные, которые есть и в которых мы можем участвовать. На юбилей много гостей. Казаков Минераловодского районного казачьего общества благодарили за преданность своему народу. На протяжении всех этих 25 лет вы доказывали свою верность Отечеству. Вы доказывали свое особое место в становлении новой России. Шаг за шагом, поступок за поступком вы говорили о том, что вы умеете делать большие дела. История нашего района, как и всего Старопольского края, неразделимо связана с историей казачества. Вы всегда честно и самоотверженно служили Отечеству, продолжая многовековые традиции доблестных предков. Сегодня, возрождая добрые казачьи традиции, основанные на патриотизме, духовности, вере в Бога, в семейных ценностях, вы являетесь примером жизнью клада. Не раз в годы особых испытаний казаки были той нерушимой защитой и опорой, которая так нужна на Северном Кавказе, говорили на торжестве. И сегодня перед минераловодскими казаками стоят не менее важные задачи. Во-первых, поддерживать стабильность на нашем беспокойном, не очень спокойном Северном Кавказе. Это первое. Второе, естественно, возрождать традиционную культуру и обычаи казачества. Третье, это воспитывать молодое пополнение казачьих, рассказывать им, кто они, откуда они пошли и что они должны делать. В праздник принято угощать. На казачьих подворьях гостей встречали песнями, плясками, а на столах в изобилии казачья кухня. Завершился же день песенным фестивалем. Известные всем казачьи мелодии вместе с профессионалами исполняли и гости праздника. Ирина Самарина, Юрий Морозов. Специально для Ставропольского телевидения. Минераловодский городской округ.